Что привезли в Макеевку из Берлина участники автопробега? Самозахват Азовского побережья во время рейда прокуратуры в Мелекино была остановлена незаконная стройка на пляже. Кроме того, проверяющие срезали два забора, которые перекрывали доступ к морю. Места, где можно беспрепятственно пройти вдоль берега, искал Максим Савченко. Прогулка по пляжу подружек Юлии и Яны вышла недолгой. Побережье перегорожено забором. Такие вот заборы встречаются часто. Надо выходить через пансионаты, обходить полностью, чтобы потом было возможно зайти дальше и пройти по берегу. Сегодня проход по пляжу открыли. Представители прокуратуры вместе с коммунальщиками спилили незаконный забор. За нелегальное ограждение придется отвечать местному поселковому совету. Властниками этой делянки является Мелекиноскерада. Мы адресуем и на ее адресу подания. Становление будь-яких других властников не имеет значения в данной ситуации. Но заместитель поселкового головы оправдывается, разрешение на установку забора не давали. Незаконную ограду поставила соседняя база отдыха. Чиновник жалуется, что штраф для нарушителей мизерный. Пансионат закрыт. Администратор даже не вышла посмотреть, куда подевался забор. Говорит, все равно его хотели убрать. Это ж на зиму только, когда у нас, чтобы воровства не было, ставятся. А так он убирается, когда лето начинается. По соседству прямо на глазах у районного прокурора разворачивается другая незаконная стройка. На пляже выгружают бетон. Строители при виде камеры разбежались. Это укрепление берега, я так понимаю. Да? Да. Чтобы не размывало косу. В прокуратуре пообещали разобраться с этим строительством и продолжили резать самовольно установленные заборы. На всем побережье их насчитали лишь два. Максим Савченко, Александр Шмырев. Специально для телеканала Донбасс.